Девушки отдыхают Вымирание львов Лев, которого вы сейчас видите, самый крупный современный подвид льва. Это барберийский лев, который раньше был распространен в Северной Африке, но в наши дни является вымершим в дикой природе. Некоторые особи, живущие в настоящее время в неволе, это потомки этого вида, однако чистокровных представителей среди них уже нет. Но почему же барберийские львы вымерли? Конечно, первым делом вы подумаете о людях, ведь именно охотники и браконьеры часто ставят под угрозу существование редких видов. Однако человечество – не единственная угроза популяциям львов. Воры львят Почему бабуины воруют львят? На первый взгляд это похоже на сцену из мультика «Король лев», однако съемки этой парочки подтвердили, что самка бабуина действительно ухаживает за этим львенком, как за своим собственным детенышем. Расчесывает ему волосы и переносит с дерева на дерево на руках. Но вряд ли львы могли вымереть из-за того, что бабуины стремятся усыновить пару их детенышей. Нет, настоящая причина проста и жестока – львы едят бабуинов. При близком контакте у примата почти нет шансов спастись от хищника, так что для защиты своих соплеменников бабуинам пришлось придумать жестокую схему. Они воруют львят, чтобы ликвидировать потенциальную угрозу заранее. А ты знаешь, что бывает за воровство? Нет львенка, значит не будет и взрослого льва, который станет на них охотиться. Что ж, законы дикой природы всегда были жестоки. Противостояние бабуинов и львов – лишь одна из особенных и необычных черт животного мира. В царстве животных происходит немало других странностей и множество иных необычных особенностей. И сейчас вы о них узнаете. Совы на охоте Днем небом правят орлы и соколы. От этих хищников с идеальным зрением трудно укрыться. Но ночью расстановка сил меняется. Да, сова только что выхватила птенца-стервятника прямо из гнезда. И этот случай не уникальный. Днем орлы с удовольствием перекусят совой или ее детенышами, если те попадутся им на глаза. Некоторые разновидности соколов намеренно охотятся именно на птиц. Но стоит спуститься сумеркам, как наступает время сов. Это настоящие киллеры. В их рацион входят грызуны, рептилии и скунцы. Так почему бы не поохотиться на орлов? Пусть даже добыча будет крупнее охотника, сова все равно попытается. Не стоит забывать, что совы способны летать абсолютно бесшумно, что дает им солидное преимущество. Шведский стол для осьминогов Представьте, что вы отправились на рыбалку и закинули сети. Но подняв их на лодку, вы обнаружили, что кто-то украл весь ваш улов. Знайте, что скорее всего это был осьминог. Ученые давно говорят о необычайной смекалке этих головоногих. Они поняли, что незачем тратить силы на охоту, если можно поживиться добычей, которую уже поймал кто-то другой. Рыболовные сети и клетки для осьминогов – настоящий шведский стол. Остается только покинуть сеть вовремя, а с этим уже проблем не возникает. Осьминоги давно поняли принцип их работы. Тесты биологов показали, что эти морские обитатели могут легко открывать банки с детским замком, строят импровизированные укрытия из подручных материалов, имеют отличную память и сильно недолюбливают людей. Может поэтому они и воруют рыбаков-крабов. Морские цыгане Как долго вы сможете не дышать под водой? Большинство из нас не может похвастаться рекордными результатами, но есть на планете люди, которые почти научились жить под водой. Макен – австронизийская этническая группа, численность которой насчитывает от двух до трех тысяч человек. Представители этого народа чувствуют себя в воде так же хорошо, как и на суше. Живут они на берегах и островах в Андаманском море, на юге Таиланда, а также в южном Бирме. Людей Макен еще иногда называют морскими цыганами, и если кто-то и достиг совершенства в подводной охоте и собирательстве, то это они. Макены охотятся на морском дне без всяких аквалангов и костюмов. Они могут провести под водой несколько минут и опуститься при этом на глубину до 20 метров. Заинтересовавшись этой особенностью, ученые выяснили, что селезенка у этой группы людей больше, чем у обычного человека, примерно на 50%. При погружении под воду она сжимается, выделяя дополнительную порцию гемоглобина, снабжающего органы кислородом. Но и это лишь часть их необычных талантов. Охотники этого племени видят под водой лучше, чем обычный человек. Еще бы, ведь нырять их учат едва ли не с младенчества, так их глаза приучаются фокусироваться даже в очень соленой воде. Кроме того, подводные охотники каким-то чудом умудряются становиться тяжелее без всяких дополнительных весов. Этот навык необходим, чтобы ходить по морскому дну. Конечно, есть у такого образа жизни и свои недостатки. Придется отказаться от вай-фая, канализации и общественного транспорта. Да и численность этого племени с каждым годом продолжает уменьшаться. Любопытно, смогли бы охотники Маккены опуститься на дно самого глубокого в мире бассейна? Кстати, такой бассейн есть и строили его намеренно. Он был открыт в Польше в конце прошлого века. Его глубина достигает 45,7 метров, а общий объем воды составляет 8 тысяч кубических метров. Это примерно 27 обычных 25-метровых бассейна. Бассейн находится в центре дайвинга, а потому внутри конструкции предусмотрены различные развлечения. Например, отделка бассейна стилизована под храмы Майя, внутри есть пятиэтажные пещеры со сталактитами, а на глубине 5 метров расположены подводные туннели и гостиничные номера. Пауки-рыбаки Как и народность Маккен, эти пауки точно знают быстрый способ поймать и удержать свою добычу. Эти так называемые полуводные пауки, как правило, обитают на окраинах мелких пресноводных ручьев, прудов и болот, там где нет сильного ветра. Во время охоты пауки долго сидят около воды, зацепившись задними конечностями за камень или растение, и готовясь схватить добычу передними конечностями. Они пристально следят за кругами на воде, поджидая, пока мелкая рыба вынырнет, чтобы поймать насекомое. В этот самый момент паук кусает жертву, впрыскивая в ее тело нейротоксин. Некоторые из полуводных пауков умеют даже плавать, погружаться в воду и прогуливаться по поверхности воды. Их организм выделяет мощнейшие нейротоксины и ферменты, которые и позволяют переваривать рыбу, превышающую членистоногих по размеру и весу. Зимородки Раз уж я упомянул о самых искусных рыболовах, нельзя не рассказать и о зимородках. Эти птицы не намного крупнее воробья, но в рыбной ловле толк знают. Обычно зимородки усаживаются на ветвях, нависающих над водой, и терпеливо ждут. Стоит птице заметить подходящую рыбу, как она молниеносно бросается в воду и хватает жертву так быстро, что уследить за атакой невооруженным глазом почти невозможно. Но если рыбы в сезон становится мало, зимородки не прочь включить в свой рацион стрекоз, личинок, ящериц и даже раков. Словом, всех, кому не удается вовремя удрать. Похоже, если бы пауки и птицы научились бы задерживать дыхание, то рыб в реках не осталось бы вовсе. Застенчивость кроны Посмотрите на деревья. Видите что-нибудь необычное? Деревья не соприкасаются кронами. Выглядит так, будто они намеренно сохраняют четкую дистанцию. Но почему и как это происходит? Этот феномен называют застенчивость кроны. В научном мире он также известен как разумкнутость полога. Он наблюдается у некоторых видов деревьев, кроны которых никогда не соприкасаются полностью, формируя полог леса с каналами-пробелами. Ученые до сих пор не могут точно сказать, как запускается этот механизм. Да и причины у него могут быть самые разные. Возможно, таким образом деревья пытаются изолировать себя от вредителей или спасти себя и соседние деревья от поломанных ветвей в периоды сильных ветров. Или же они вовсе делают это для равномерного распределения в лесу солнечного света? Точного ответа нет. Но для деревьев, которые имеют в своем арсенале не так много приемов защиты, это удивительное явление. А вот в арсенале гусениц защитных приемов достаточно. Некоторые виды, например, очень хороши в маскировке. Они могут притвориться как веткой, так и ядовитой змеей. В спокойном состоянии эта гусеница под названием Химеропланус, обитающая в тропических лесах Центральной Америки, ничем не отличается от других. Ее и так достаточно трудно разглядеть. Но в момент опасности Химеропланус переворачивается, после чего начинается настоящее шоу. А если внешнего вида не хватит для того, чтобы отпугнуть хищника, гусеница может даже имитировать нападение на возможного хищника. Но, как и все гусеницы, по прошествии некоторого времени она сбрасывает свою маскировку и превращается в бабочку. Ведь на самом деле Химеропланус – моль из семейства бражников. Только в личиночной форме она способна расширять передние сегменты тела, чтобы быть похожей на змею, дополняя свой внешний вид страшными глазами и чешуйками, похожими на чешуйки рептилий. Индустриальная эволюция Кстати, о бабочках. Этот мотылек известен как березовая пяденица. Ничего впечатляющего верно. Однако на самом деле этот вид пережил невероятную метаморфозу. Когда пяденица была впервые описана учеными, ее крылья были белыми в черную крапинку. Такой окрас помогал мотыльку сливаться с корой деревьев. Этот механизм маскировки прекрасно работал, но все изменилось с началом индустриальной революции. Вместе с ней началось и сильнейшее загрязнение воздуха. Экология страдала все больше, со стволов деревьев исчезали лишайники, на которых прятались пяденицы. Мотыльки должны были срочно придумать новый план. Например, потемнеть. Так они и поступили. Березовые пяденицы просто взяли и сменили цвет. Но на этом история не закончилась. Столетия спустя люди серьезно взялись за охрану окружающей среды. Природа проснулась ото сна, лишайники вернулись, а пяденицы посветлели обратно. Сейчас в дикой природе, особенно вблизи индустриальных городов, все еще можно встретить черных пядениц, но довольно редко. Любопытно, что история с березовой пяденицей, породившая в научном сообществе термин «индустриальный меланизм», может считаться прямым доказательством теории Дарвина. Некоторые ученые полагают, что изменение окраса у пядениц было связано с естественным отбором. А на этом все. Напишите в комментариях, какие интересные факты про животных известны вам. Спасибо вам большое за просмотр!